всех приветствую на своем youtube канале как всегда хочу поблагодарить всех за просмотры лайки подписки и комментарии спасибо что вы со мной ищет задыхаюсь что опаздываю сегодня этим поездку в пинск планировали поехать по болотам на пожарной ситуации поэтому планы изменились едем в пинск я вроде даже чуть-чуть опаздываю не точно поэтому иду автобус и едем на экскурсии все увидеть у нас санитарная остановка у меня есть возможность поделиться с вами интересная информация которую нам рассказал экскурсовод так что я вам хотел рассказать это историю о свисочек указывается в воде в минске у него была очень красивая дочь и она искала себе жениха но не было одно условие жених должен съесть каменный хлеб искали они этого человека и божество которое сможет сделать это и никого не нашли причем даже был перун да языческий бог даже у него не получилось есть этот хлеб и он обрек эту свисочное мучение и вот нашелся спустя десятилетия богатырь который решил что этот каменный хлеб можно измолоть и тогда его съесть и вот у него это получилось стали они жить долго и счастливо но не особо долго потому что свисочек была божеством и не старела вот богатырь старел и когда он умер свисочек настолько сильно плакала что развелась в реку вот такая вот классная история а мы поехали дальше смотреть славный город пинск кстати пинск находится 1 на одной из самых в одном из самых низких мест если минская возвышенность 300 метров то пинск на по моему сто пятьдесят шесть и сто пятьдесят три метра вот такая истерическая смаха Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наша первая остановка Логишин. Будем смотреть костюм. По словам экскурсоводов, население здесь протестанты и католики. Сейчас будем все рассматривать. У самого городского поселка Логишин нет очень интересной истории. Первые упоминания дочеруются 1552 годом. В летописи Пинского уезда. Но в чем особенность самого поселения? Оно принадлежало первоначально Радзивиллом. Здесь еще в 1570-х годах была заложена деревянная православная церковь. А в 1643 году деревянный костел примерно на этом месте. Далее встание 1863-1864 года его разобрали, перенесли на кладбище. И на кладбище вскоре он сгорел. И на этом месте только в 1905 году получили как первое решение построить новый костел. Начали строить его в 1907-1909 году. И только в 1913 году осветили его как в Петропавловске костел в честь святых Петра. В 1663 году согласно встречам данных, как обнаружили, откуда она здесь появилась. Когда пришли сюда, что они, в главе Северной войны, один из офицеров принес с собой этот образ. И как месяц они здесь стояли, ждали, когда поговорим, когда будем на темноте. И когда он росла, все могли приходить с собой собираться и переходить на другой век. Он его поставил за дверь и с собой. Когда против него, что протестантов тогда не было, поэтому, скорее всего, он просто взял с собой образ. В 2021 году, когда здесь был уже областной праздник Дожимки, приехали с пленера скульпторы, в том числе и занимающиеся резьбой по дереву. И в чем особенность вот этой всей композиции? Постараюсь показать различные времена и различные факты из истории Логишина. Здесь можно увидеть пиву, правда, отдаленно напоминающую, но все-таки здесь не такой стандартный. Все-таки это Карл XII, король Швеции. Наверное, должен быть немножко более таким стандартным. Ну, как все-таки. Друзья, мы с вами уже в Пинске. Корпус Болевского университета. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта территория, она служила в разные годы, разным целям. Первоначально, вот обратите внимание, здесь плоская территория, вниз, у него вниз идет путь, да, то есть такой, ну, более-менее структурный. Для Дмитрия, на пути, у нас такая достаточно. А дальше идет тоже ровная поверхность. Почему такая композиция? Потому что здесь были судоверсия с Кирминсом. Готовили, здесь сначала фонструировали, готовили картульцы, колесные пароходы, средние вместимости, которые продавались потом по всему Полесе. И здесь было две судоверсия. Смотрите, какой потрясающий красоты фонтан рядом с Полесским университетом. Каскад. Класс. Очень красиво выглядит. Сейчас переключу на широкоугольный объектив, покажу вам. Оп. Ну, смотрите, смотрите, какая красота. Каскад. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 так вам заметочку а сейчас друзья будем кататься с вами на теплоходе под названием пинск что будем грузиться на судно а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...